Третье – и окончательное чтение. 84 из 150 депутатов парламента Грузии проголосовали за принятие закона. Он направлен на цитата «запрет пропаганды ЛГБТ». Оппозиция голосования бойкотировала. Активисты, которые выступают за права меньшинств, рассказывают, что переживают теперь не только из-за роста дискриминации, но и за личную безопасность. «Определённо. Я чувствую, что лично мне угрожает опасность. А буквально два дня назад я узнала, что моё лицо появилось на главной правительственной рекламе. Там написано «нет моральной деградации» и «есть моё лицо» с несколькими другими людьми из гражданского общества, некоторые из них – квиры». Новый закон запрещает заключение однополых браков и проведение операций по смене пола. Он также предусматривает запрет на усыновление детей людьми, идентифицирующими себя другим гендером, или негетеросексуальной ориентации. Политологи отмечают, что, как и в случае с Россией, закон направлен на искусственное создание ненависти к определённым группам. «Я не уверен, что они действительно хотят этого, что они действительно делают это из-за России. Я думаю, что они скорее копируют Россию, потому что это схожий образ мышления. Я думаю, это больше связано с предстоящими выборами и фокусе партии на очень консервативном электорате и на конкретной очень маленькой уязвимой группе, у которой не так много сил, чтобы противостоять подобным законам». Анти-ЛГБТ-закон стал вторым актом, идущим вразрез с европейской политикой после принятия в стране закона об инагентах. Для отношений Грузии и Евросоюза это несёт серьёзную угрозу, считают эксперты. «Подобные законы также подрывают принципы ЕС, фундаментальные принципы. Они также отменяют некоторые из уже согласованных законов, которые связаны с этим, и также были частью укрепления отношений с ЕС. Поэтому я думаю, что это помешает движению в сторону Евросоюза». Принятие закона может отразиться на визовой политике ЕС и США. Однако точные меры станут понятными после предстоящих в октябре выборов грузинский парламент. «Я думаю, что ЕС ждёт выборов. Если грузинская мечта победит в более или менее справедливых условиях, тогда будут приняты кардинальные меры, включая отзыв визового соглашения, который находится на столе переговоров». На политику введения США санкций в отношении Грузии во время встречи с американским послом отреагировал премьер-министр Грузии Иракли Кабахидзе. Как сообщает агентство АФП, Кабахидзе заявил, что шаги по ужесточению санкций могут привести к пересмотру позиции Грузии в американо-грузинских отношениях.